Как узнать, что Господь со мною? Как узнать, что Господь со мною? Правда, в первую очередь хочется верить в то, что Господь уже со мною. Нам всем хочется так думать и говорить, что Бог точно с нами. Прежде чем мы пойдем рассуждать с вами в Слово Божье, снова хочется задать вопрос. Ты хочешь, чтобы Господь был с тобою? И здесь несколько вариантов. Ты думаешь, что Господь уже с тобою? Второй вариант. Ты думаешь, что Господь тебя на время оставил? А третий вариант. Ты еще не знаешь, ты не уверен. Он с тобою? Он в твоих проблемах? Он с тобой каждый день? Или тебе просто хочется сильно? Ты смог бы, наверное, на многое заплатить, чтобы Бог был с тобой именно сегодня. То, что ты проходишь. Хотелось бы говорить медленно, давая нам всем возможность анализировать, вспоминать. И если даже надо, кое-что признавать. Если вы пережили тяжесть, клеветы, боль от клеветы, мы иногда сразу реагируем, где Бог, почему Бог нас оставил. Иногда думаем, Господь не со мной. Давид по этому поводу говорит, что когда его злословили, то он допускал шанс. Что, если Бог это разрешил? А что, если Господь позволил, чтобы тебя клеветали или злословили? Если вы пережили и встречались с неблагодарными людьми, которым вы делали добро и вас не вспомнили, не сделали вам взаимно, иногда мы тонем в саможалости и начинаем разлагаться в обидах. И мы тогда также допускаем мысль, Господь не со мной. Где Бог, которому я верю? Где Бог, которому я служу? И нам хочется как-то призвать его, Господь, приди, Господь, будь со мною, Господь, где ты? Когда мы стали жертвой несправедливости, когда мы стали жертвой плохих отношений людей к вам, мы редко думаем, что вот это точно Господь со мной. Правда? Хочу с вами, друзья, прочитать 39 главу Бытие, 2 стих. Там написано так. И был Господь с Иосифом. А теперь быстро включаемся и думаем, что пережил этот человек. Быстро включаемся и вспоминаем, как долго длилось то, что он терпел. И снова читаем. Бытие 32, 2 стих. И был Господь с ним. Теперь снова вспоминаем, что этот человек перенес от людей, разных людей, своих, чужих, в разных странах, как это было долго. Просто понимая, кто знает Библию, что этот человек вынес и вытерпел, что он выстрадал. И здесь так неожиданно написано в Библии, и был Бог с ним. Если вы сомневаетесь, для тех, кто сомневается, что в таких труднейших ситуациях, которые мы 100% хотим менять, убегать, избегать, исправлять, и мы думаем, что там Бога нет. Как раз в тот момент Бог оставил. Как раз в тот момент Бог где-то упустил. Тогда я вам еще раз прочитаю. Бытие 39, 21. Дважды повторяется эта же мысль. И Господь был с ним. И был Господь с Иосифом. И он был успешен в делах. И жил в доме Господина, египтянина своего. И увидел Господин его, что Господь с ним. И во всем, что не делает Господь, в руках его дает успех. Дважды в одном стихе написано, что он был успешным человеком. Представьте себе, друзья, какой парадокс нашего определения, что такое быть успешным. Этот человек был в рабстве. Рабов иногда бьют. Иногда плохо кормят. Иногда у них безнадежность, нету будущего. И Библия называет вот этого человека успешным. Правда, когда мы проходим подобные ситуации, мы обычно думаем, что если Господь со мной, то все прекрасно. Если Господь со мной, то, значит, деньги обязательно будут. Если Господь со мной, то обязательно буду здоровым, как минимум. Если Господь со мною, то все будет спокойно, гладко. Вот так мы понимаем, вот так я думал, вот так нам хочется думать, что если Бог с тобою, то, значит, все прекрасно. И здесь Библия нам показывает совершенно, разворачивает меняя, ломая наше мышление, что Господь был с тем человеком, который проходил такую огненную печь. Если посмотреть на людей вокруг вас и сказать вам, пожалуйста, назови сегодня, как ты думаешь, с кем Господь? Если бы меня спросили так раньше, я бы назвал пару таких успешных людей, семей, у которых так все плавно-плавно, так плавно-плавно, одни фотографии с улыбками. Но когда прочитал вот это место из Библии, мне сейчас кажется, по-другому хочется думать и смотреть на жизнь вот через вот эту пример из Библии. Значит, наверное, Господь не там, где все только гладко и все улыбается, а Господь может быть совершенно в других обстоятельствах, но очень важно, чтобы Он там был. И был Господь с ним. И был Господь с Иосифом. Интересно, что другие люди, написано в Библии, 39 глава Бытия, что другие люди тоже замечали, что Господь был с ним. Так написано в Библии. Другие люди со стороны видели, с ним Бог. Но интересно, никто не хотел быть на его месте. Знаете, есть такое выражение в русском. Ну и Бог с тобой. Господь с ним. Но я так буду возле. Написано, что фараон сказал, 41, 38, Бытие 41, 38, и сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого человека, как он, в котором был Дух Божий. Человек, в котором был другой Дух. Другой Дух. Итак, первое, это что Господь был с ним. И мы знаем все, что он перетерпел. И клевету, и предательство, и боль, и разлуку, и безнадежность. Интересно, что годы, которые были потеряны Иосифом, смотрите, вся молодость, все годы, которые он был в рабстве и в тюрьме, заметьте, что эти годы никогда не вернуть. Никогда. И когда сегодня ты проходишь трудность, и у тебя в глубине есть какая-то хотя бы маленькая надежда, что, может быть, в будущем будет хорошо. И другая мысль встречается с нею и говорит, да, может быть, может быть и будет, но годы ты, которые ты сейчас потерял, в твоей молодости, в твоей семейной жизни, ты никогда не вернешь. И тем не менее, вот в этой ситуации, именно вот в таких обстоятельствах, Бог был с ним. Теперь, я думаю, интересный вопрос для нас, что делать, чтобы Бог был со мной? У некоторых сразу реакция, да, не, 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 если Бог вот там, то лучше пусть, пусть, пусть он там, а я там. Правда, так хочется как-то так сказать, но если вот так Бог работает, то, наверное, это не мое. Что делать, чтобы Господь был с тобою? Почему? Какие условия, критерии для жизни человека, чтобы Бог был с тобою? Первое. Смотри на жизнь через призму Писания или правильно реагируй на трудности. Если вы записываете, это первый пункт. Что делать, чтобы Бог был со мною? Смотри на жизнь через призму Писания. Призма это по-другому через стекло, через очки. Вы знаете, что я могу сейчас взять очки, и посмотреть на вот эту ситуацию. И если у меня очки розовые, то все будет в розовом цвете. Потом я могу взять другие очки синего цвета и одеть их, и посмотреть на ситуацию, и все уже будет синего цвета. Хотя при этом ситуация никак не поменялась. Все осталось так, как и было. Просто что я через другое стекло, через другой фильтр, начал смотреть на эту же ситуацию. Если в Библии для нас, для верующих, написано Римлянам 8.28, тяжелое местописание, особенно если мы проходим тяжелые времена. Римлянам 8.28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. По-английски написано И здесь часто честно, если говорить с собою, оно как-то не вкладывается, не вмещается в наше сознание. Ну как? Вот эта ситуация, вот эта боль, вот эта скорбь, вот это то, что нельзя будет вернуть, вот эти годы, которые непоправимы. Как это? Во благо. Да, есть другие варианты, как можно смотреть, но я говорю, как можно смотреть на жизнь и видеть все по-другому, через призму, через стекло, Слово Божье. Как Давид, я уже напоминал, реагировал на то, когда его злословили, его обижали. Он говорил, а что если Бог это позволил? А что если здесь задействован Бог? А что если... Когда мы так смотрим на жизнь, то иногда здесь не логика решает. Здесь не то, что ты заслужил и не сколько ты добра сделал, там царствует суверенность Бога, если мы ее принимаем. Если мы принимаем волю Божью в свою жизнь, и только тогда, когда у нас все хорошо, и мы поем песни, Господи, если не станет овец в загоне, то я все равно буду славить. Но когда мы проходим тяжелые ситуации здесь на земле, и мы понимаем, что Бог и Его воля, написана она благая, угодная и совершенная, и хочется добавить иногда для нас непонятная. Но она все равно воля Божья, и она благая для нас. Второе, что хочется подметить, что делать, чтобы Господь был с тобою, это служи людям. Обязательно служи людям. Написано в Библии, что Иосиф не просто был в доме Патифара. Иосиф не просто жил. Написано, Иосиф служил. И вы знаете, как раз вот в таких ситуациях настроение совсем не то, чтобы служить. Правда? Хотя мы не знаем, что такое рабство. Но понимаем, что это не то настроение, чтобы служить. Нас не бьют, нас хорошо кормят, и мы комфортно живем. И иногда, правда, столько причин, чтобы не служить. Чтобы не служить. У нас просто нет времени, или у нас время есть, но оно для нас. Для меня, для моего дома, для моих детей, для меня, для моей семьи, для моей карьеры. Все для меня. Но если ты хочешь, чтобы Бог был с тобою, то написано, что Он служил. И несколько стихов просто рядом, рядом, близко говорит, и Бог был с ним. Написано в Библии, все, что вы не делаете, делайте как для Господа. Не как для человека, не как для твоего босса, не как для пастора церкви, но делай как для Господа. Да, ты можешь находить оправданий, но ты должен запомнить одну вещь очень сильно, что природа Бога это отдавать, это служить. Дерево никогда не растет, чтобы приносить плоды, и потом дерево само свои плоды не кушает. Яблоня, когда растет, все плоды, которые она приносит, это для того, чтобы другие их забрали и скушали. Иногда это дерево бьют, иногда на это дерево вылазят, иногда это дерево трясут, но дерево не обижается, потому что оно знает, что предназначение дерева приносить плод и отдавать. И кто это придумал? Богом заложено, что так природа работает, что все отдавать. Наша природа брать и жить эгоистичной жизнью. Как хочется сказать, друзья и церковь, и церковь живой поток. Обязательно начинай служить. Не обязательно на сцене, но начинай служить. И написано, он служил, и Господь был с ним. Это его природа Бога. Отдавай другим людям. Не оправдывайся. Сейчас ты учишься, уроки делаешь в колледже. Я это проходил. У тебя некогда, нету времени. Потом ты женился, женой наслаждаешься. Тоже это проходили. Потом ты, дети маленькие, спать не дают, им нужно внимания, тоже проходили. Потом детей нужно как-то поднять. Потом дети выросли, потом уже здоровья не то. А потом уже и служить хочется, а старость пришла. И так всю жизнь не поддавайся на это. Помни, и Он служил, и Господь был с ним во имя Иисуса Христа. Даже то добро, которое ты делаешь, помни, что это не потому, что ты такой хороший, а потому, что когда-то ты дал место Богу, твое сердце было в правильном состоянии, и ты делал людям добро, ты служил, ты что-то сделал полезное, но сегодня эти люди тебя обидели, и ты уже вот этим людям не хочешь делать добро. Ты уже не хочешь даже их видеть. Вот это и есть ты настоящий. А то, что когда-то ты с ними и дружил, и приветствовался, и чай пил, и что-то хотел для них сделать, то то не ты. То Бог через тебя. Потому что все, что мы имеем хорошее, это благодаря Господу Богу, который использует, употребляет нас, когда наше сердце находится в правильном состоянии, когда наш дух в правильном состоянии. Третье, что нужно сделать, чтобы Господь был с тобой, это правильно реагируй на клевету. Все пробовали? Все проходили? Иосиф тоже. Какой прекрасный пример. И написано, и Бог был с ним. Где? В тюрьме. За что? За клевету. Кажется, какая жестокая несправедливость. И даже адвоката не дали. Да, ты можешь сказать, как было. Да, ты можешь попросить милости. Да, ты можешь сказать правду, но, пожалуйста, пожалуйста, не трать силы на то, чтобы сильно много брать на себя. Пожалуйста, не трать силы, чтобы сильно много доказать всем, всему миру, соседям, братьям и сестрам, как все было и где правда. Признай то, что ты уже пробовал доказывать. Ты уже пробовал стоять за справедливость. Ты уже пробовал исправить клевету. И что, получилось? Получилось? Или наоборот, все немножко остались при своем мнении. И ты потерял мир. И ты обиделся на тех, кто тебя не поддержал. И в итоге все равно клевета как была, так и есть. Потому что ты ее сам своими руками вряд ли поправишь. Вот пример. Вот пример. Человек прошел. Реакция на клевету. Хотя мы знаем, кажется, такой святой человек. Наверное, только мужчины могут до конца оценить. Я перечитывал эту главу. В Библии написано, что это женщина. Я думаю, она была красивая. Потому что там в таких кругах, наверное, самых-самых красивых выбирали. Написано в Библии, она каждый день к нему приставала, чтобы он спал с ней. Каждый день. И один из моих библейских героев, самых любимых, это Иосиф. Потому что он единственный, он один из немногих, которых не пал ни перед славой, ни перед деньгами, даже ни перед женщиной. Он убегал. Это, кажется, такая святость и праведность, и этот Дух Божий, который жил в этом человеке. И представьте себе, такой, кажется, нам, ну, кажется, это нереально. Такой человек. Почему он проходит такую клевету? Но самое интересное, как проходит? И написано, и Бог был с ним в тюрьме за клевету. Дальше. Хочется сказать, правильно реагирую на неблагодарных людей. Это четвертый. Четвертый. Правильно реагирую на неблагодарных людей. Вы знаете, что из Библии мы знаем, что когда Иосиф был в тюрьме, то истолковал сны. И виночерпий обещал, я выйду, если все будет нормально, я и тебя вытяну. Вышел, стало ему хорошо, забыл. Правда, как больно, как больно, как больно. Тут иногда мы кому-то подарок подарили на бейби-щауэр, а нам не подарили. Или подарили на сумму чуть меньше. И у нас уже реакция. А тут у человека шанс выйти из тюрьмы. Шанс выйти и жить. Но его не вспомнили. И вот смотрите, интересный процесс. Наблюдайте, наблюдайте за деталями. Потом же проходит время. Вот это Иосифу надо все это посознать, пережить, мысли победить, проглотить. И потом Иосиф выходит, идет к фараону. А-а-а! Знакомое лицо! Идет дальше. Так это же виночерпий. Идет дальше. Так подожди. Так я же уже на троне. А-ну-ну-ну-ну-ну, иди сюда, иди-сиди-иди-иди-иди-иди-иди-иди-сюда. Правда, какой шанс? Быть вторым после фараона и всех вот этих неблагодарных просто, ну, причесать. И просто подсказать, как нужно обращаться с людьми, которые вам сделали добро. Как вот эти процессы, как он реагирует на это все. И написано, и Бог был с ним. Теперь давайте подумаем по-другому. Когда Бог не с ним, не с нами. Когда мы вот этих всех неблагодарных, которые нам делали добро, и потом они нам не делают добро, что мы включаем? Есть такой яд, есть такое атомное оружие, которое называется саможалость. Я его на себе пережил. В прошлом году проповедовал. Это самый большой урок 17-го года для меня в моей жизни. Саможалость. Меня не заметили. Меня все оставили. Я тут страдаю, а всем нет никакого дела. Все должно остановиться. Все должно вертеться вокруг меня. Потому что у меня проблема. Все должны помогать мне. Почему? Потому что я помогал когда-то. И вот эта саможалость, она растет. Она давит, она душит. И помни, и Бога нету там. Потому что все, что себе, когда человек внимания ждет. И когда к вам подходят друзья и шепчут. Да, ты знаешь, так с тобой отнеслись. Да, ты знаешь, нет никому никакого дела к тебе. Да, ты знаешь, да, видно, что как-то мало тебе любви, заботы оказывают. Гони таких во имя Христа Иисуса. И говори, мое призвание отдавать. Жить, служить до последнего дыхания. Я выбираю этот стиль. Я не буду гнить и утопать в саможалости. Self-perry. I deny self-perry. Иначе это тебя просто будет. Ты будешь профессиональным обидчиком. Ты будешь профессиональным человеком, который впадает в депрессию. Отгоняй это. И всем неблагодарным твори добро. Вспоминай Иосифа. И виночерпи я. И помни, на благодарность была реакция. И на реакцию Господь был с ним. На неблагодарных людей в твоей жизни тоже может быть реакция. Но помни, что тогда Господь не с тобой. Да, ты можешь рвать рубашку и доказывать, как все было несправедливо. Но там Бога нет. Там голос твой есть очень громкий. Но там Бога нет. Там мира нет. А так важно, чтобы в те ситуации Господь был с ним. И помни, что когда не хочется служить, хочется для себя пожить. Помни, Господь был с ним, когда он служил. Пятое, что хочется посоветовать, пребывай в мире. Написано, и Бог мира. Бог, Он есть Бог мира. Бог, дающий нам мир. Где нету мира, там мало Бога. И вы знаете, что мы иногда думаем, опять же, что мы можем своими руками, своим голосом сделать все, чтобы ситуация исправилась. Но одной ценой, ценой потери мира. Вы знаете, как бывает, когда муж или жена ропщит. Происходит один очень интересный процесс. Ропщит, ропщит, пилит, пилит. И в конце, часто бывает так, что муж уже махнул рукой. Ай, ладно, уже просто, ну уже аж вот здесь ситуация. Вот так вот. И взял, и сделал. Как сделал? Как жена требовала. Что получается со стороны ее или его? Так же, точно так же может быть в вашей команде это и мужчина, который вам тоже дает. И в конце концов получается, что то, что он капал-капал, роптал, он и достиг. И у него складывается, остается в памяти вот этот результат успеха. Что получается потом, чуть позже, почему не роптать, если методика работает? Правда интересно? Говорила, потом говорила громче, потом со скандалом, потом со слезами. И добилась своего. Зачем менять методику, если она работает? Вот так мы и попадаемся в капканы, достигая своих результатов и целей. Но помните, Господь, вопрос, он с тобой. Он с тобой. Мы иногда пытаемся исправить других, наставить других. Иногда пишем, обличаем, звоним, встречаемся. И пытаемся человека исправить. У меня вопрос. Вам Бог это поручал? Вы молились хотя бы короткой молитвой, Господь? Хочу обличить человека. Пожалуйста, можно? Есть ли на то твоя воля? Правда, совсем по-другому все воспринимается. Мир. И Господь был с ним. Мир. Если мало мира, мало Бога. Ты можешь кого хочешь ставить на место. Написано в Библии. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Вы знаете, иногда мы проходим трудности, ситуации, и это нас так накаляет, накаляет всех вокруг. И мы говорим, Бог меня не оставит. Бог меня защитит. Но написано в Библии, что если нету мира и святости, в таком состоянии никто не увидит Господа. Даже если ты борешься за святость, но если нету мира при этом, не увидишь Господа. Шестое, что нужно сделать, чтобы Господь был с тобой, это прощение. В этой истории с Иосифом это тоже очень сильно выражено. Иосифу пришлось простить родных, братьев по крови. Иногда нам трудно простить братьев, членов церкви нашей. Здесь была подобная история. Иосифу пришлось прощать, любить и уважать родителей, которые ошибались. Хочу сказать молодежи, подросткам. Написано в Библии, Бытие 37 глава, 11 стих. Маленькая, маленькая деталь. Написано, что когда братья враждовали против Иосифа, завидовали, злословили его, написано в Библии в этом 7 стихе, что, простите, 11, отец заметил это. А потом, смотрите дальше, этот же отец отправил сына к ним на растерзание. Правда, такие маленькие детали жизни. Написано в Библии, отец заметил отношения братьев. Можно было бы сказать, папочка, но ты же знал. Ты же знал, что если не убьют, то побьют. Зачем ты такое сделал? Правда? Ты же меня отдал в поле, где нет ни полиции, ни свидетелей. Зачем ты меня отправил, папа? Папа знал, написано в Библии. Отправил. И потом Иосиф остался сам. Представляете, сколько времени подумать о братьях? Сколько времени подумать о папе? Сколько времени подумать о жизни? Сколько времени подумать о Боге? И он думал. Но думал правильно. И написано, и Бог был с ним. А правда, иногда мы тоже думаем. И нам кажется правильно. Но вопрос Бог с тобой на то, как мы реагируем. И как мы думаем. Для христиан непрощение – это самоубийство. Страшное слово. Для христиан непрощение – это самоубийство. Потому что если ты не прощаешь, то и Бог тебя не прощает. Это прямой путь в ад. Для христиан непрощение – это серьезно. Вы знаете, есть такая фраза. Я потерялся, и я потерял то место, где я потерялся. Слышали? А бывает так, что я не прощаю, и я уже забыл о том, что я не прощаю. Потому что я так давно не прощаю, что я уже не думаю, что я не прощаю. Опасное состояние. Опасное состояние. Как хочется перед нашим служением причастия призвать сегодня каждого и сказать, пожалуйста, прощайте, как призывает Библия. Смотрите, например, Иосифа. И помните, что его реакция и поведение в жизни – и Бог был с ним. Обязательно прощайте. И прощайте без если, без всяких. Ну, извини, если что, ну, прости, но, и пошло-поехало. Или, ну, если что, имеешь. Давай конкретнее, давай четче, давай будем как-то на другой уровень переходить. И Бог будет ближе. И подводя итог, благословение в конце. Вы знаете, что я, когда готовил это слово, как-то, видя все вот эти уроки из жизни Иосифа, и наблюдая над тем, что Бог был с ним, и что он проходил, мне как-то невольно пришла такая мысль. Я вот думаю, вот в этой ситуации вот этот человек, а вот в этой ситуации вот этот. Не-не-не, вот этот подходит больше. Я так раз, так всем раздал, раздал, так все разложил. И вы не представляете, братья, какое пришло сильное обличение в мой дух. Оно меня просто раздавливало. Я даже не знал, когда я в последний раз так переживал. Мне показалось, я так обидел Бога. Сказал, Господь, прости меня. И я понял. Я в духе почувствовал, что Бог мне сказал, я дал это слово тебе. Ты его передай и сядь тихонько. А каждый и сам себе возьмет, что ему надо. И Бог был с ним. И потом следующий сразу всплыло мое имя в моем сознании. Так работает Бог. Когда работаем мы, то мы других вспоминаем, других наставляем. Когда работает Дух Святой, мое имя всплывает. Где я в этом списке? А где Бог? Насколько Он близко? Конец дела лучше начала. Так говорит Библия. И в конце мы видим, что этот человек, Иосиф, все, что он прожил и прошел, в конце у него была и слава, и богатство, и позиция, и семья, и благоденствие. Все было хорошо, но что ему пришлось пройти? 30 лет было Иосифу, когда он встал перед фараоном. 30 лет было Иисусу Христу, когда он пошел на служение. Интересная параллель. Время подготовки. И кто-то скажет, если нужно вот это все пройти, чтобы быть в служении, тогда, прости меня, пастор, но я не хочу быть в служении. Я здесь, чтобы напомнить каждому, Иосиф не был в служении. Он не был пастором. Он не был проповедником. Бог просто работал над его сердцем. Как работаете над твоим сегодня? Он просто работал над его сердцем. Его дух. Написано, даже люди, халдеи говорили, в нем дух Божий. В нем дух, в нем другой дух. И вы знаете, какой большой, большой вывод. Я хотел бы, чтобы мы все его запомнили. И я тоже. Для Бога намного, намного важнее состояние твоего сердца, чем твое здоровье. Тяжело проглотить. Я знаю. Для Бога намного важнее состояние твоего сердца и твоей души, чем твоего здоровья. Для Бога намного, намного важнее состояние твоего сердца, чем твои финансы. намного важнее, в разы важнее. Нам этого иногда не понять. Для Бога намного важнее состояние твоего сердца и спасение твоей души, чем условия, в которых ты живешь, чем трудности, которые ты проходишь, чем боль, которую ты терпишь. Нам это не понять. Написано в Библии его мысли не твои мысли. И наши мысли не его мысли. Но для Бога спасение твоей души и качество твоей внутри важнее. Намного важнее. Марка 8, 36 написано. Какая польза человеку, если он приобретет все, весь мир, но душе своей повредит. Душа не спасется. Душа начнет разлагаться. Дух Божий вместо Духа Божьего другой. Иногда лукавый, иногда гнилой, иногда нехристианский, иногда двойной дух. Но в нем был другой дух. Ему было больно и трудно. Это длилось долго, но Бог был с ним. Вы скажете, так что, значит, Бог не хочет, чтобы мы были счастливы? Бог не хочет, чтобы мы были здоровы? Бог не хочет, чтобы мы спокойно жили? Нет, я этого не сказал. Будьте внимательны. Бог не против, чтобы ты был счастлив. Бог не против, чтобы ты был здоров во имя Иисуса. Бог не против спокойной жизни. Но запомни, для Бога намного, намного важнее состояние твоего сердца, чем твое здоровье, финансы, успех, условия и спокойная жизнь. состояние твоего сердца. И Бог был с ним. Как хочется сегодня, братья и сестры, понять, что Библия права, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Мы видим жизнь в другом, мы видим жизнь и счастье в жизни в другом, а Библия нас как-то напоминает так мягко сердце, качество сердца, твоя реакция на трудности, твоя реакция на трудности, твоя реакция на сюрпризы. Вот что для меня важно. И спасение твоей души, больше всего хранимого храни сердце, сердце из него источники жизни. Бытие 41 глава. 52 стих. Смотрите, какая заключительная мысль. Бытие 41, 52. Иосиф говорит, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Видите, где получаются плоды? по-английски God has made me fruitful in this land of my grief. Но так не хочется. Так хочется поменять эту землю, так хочется поменять эту обстановку, так хочется убежать и скрыться. Но Бог сделал плодовитым в земле страдания моего. Друзья, мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы сейчас пришли к Богу, я приглашаю группу, пришли к Богу в покаянии. Когда мы будем молиться и петь, я хочу вам привести пример двух людей. Вы помните Иуду? Написано в Библии, Матвея 27, 3, что Иуда раскаялся. Следите за мыслью. Написано в Библии, Иуда раскаялся. И второй человек, это был апостол Петр, который тоже каялся и горько плакал. Смотрите, друзья, Иуда раскаялся, Иуда раскаялся и закончил жизнь самоубийством. Что здесь интересно и важно? Иногда к нам приходит сожаление о наших поступках и не больше. That's it. I regret for what I did. Я просто сожалею о том, что я сделал. И все. И дальше мы не идем. И конец Иуды тупик самоубийства повесился. Другой вариант. Апостол Петр тоже сделал ошибку. Тоже покаялся и горько плакал. Но смотрите, что произошло потом. Вы видите результаты. Вы видите плоды покаяния. вы видите, что сделал для церкви апостол Петр. Сам Христос сказал о всем камне. Ты, Петр, Симон, камень. И хочется, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, хочется, чтобы у нас было покаяние, только не такое, как у Иуды. Оно тоже было названо покаянием. Написано в Библии, вы почитайте, раскаялся. Как хочется вот этих таких глубоких, глубоких перемен, чтобы дальше все было по-другому. Не просто сожаление, не просто эмоциональный прилив, не просто, ну да, ты прав, ну да, ты прав. Что стоит сказать прости, прости, Боже. Хочется глубже, глубже копнуть. Друзья, давайте мы встанем на ноги. мы сейчас будем молиться. Я призываю церковь к покаянию. Я призываю тех, кто желает покаяться сегодня, выйти вперед в честь Пасхи, в честь праздника. Я знаю, это трудно. Есть и другой уровень, можно на месте. как глубоко вы хотите идти, вам выбирать. Пока группа будет петь, я хотел бы, чтобы мы осознали нашу жизнь. Помните, как я говорил, хочется, чтобы мы анализировали, чтобы мы вспоминали, если надо, признавали. И перед тем, как мы будем приступать к этой вечерии любви, пасхальной, хочется, чтобы мы были чисты, готовы во имя Иисуса Христа. Субтитры Семен Христа Продолжение следует...